В эфире новости Анапа-регион в студии Сергей Корабельников. Здравствуйте! Итак, сегодня выпуски. Привитя, показать, заявить, что в будущем меня могли взять также на работу. Молодые профессионалы, день второй. Виноделы и дизайнеры выбирают лучшего. Я думаю, что нужно обязательно посетить, увидеть этот воздушный мост. В жанре гиперреализма. Акварель Крымский мост получила первое место. Книги – это воображение, это мечтание. Новое увлечение. Буккроссинг в Анапе набирает обороты. А начнем с главного. В Анапу пришла настоящая зима со снегом. Выста покрова порядка 7 сантиметров. Это пока максимальный уровень в этом году. А перед этим сутки лил дождь и тоже стремился к рекорду. За 24 часа выпала двухнедельная норма осадков. В результате этой ночи был зафиксирован резкий подъем реки в поселке Суко. По трилоге были подняты две оперативных группы из силы постоянной готовности. Сотрудники полиции, МЧС, службы спасения, медики и казаки. Сейчас ситуация оценивается как стабильная и прогноза по ее ухудшению нет. Анапа тоже попала под власть циклона. Как городские коммунальщики освобождали город из снежного плена, наблюдала наша съемочная группа. Социальные сети заполнены зимними пейзажами Анапы. Настоящая снежная сказка. Только коммунальным службам не до красоты. Уже ранним утром они были приведены в полную готовность и приступили к работе. Буквально за несколько часов в муниципальном образовании выпало порядка 70 мм снежного покрова. Дороги чистились, тротуары чистились, посыпались песко-соляной смесью. Город полностью чистился. Звонили федеральные краевые службы. Это ДСУ Вираж и ДСУ Штанс тоже с пяти утра. Они все на работе, все работают. Коммунальщики разделились на несколько групп. Одни загружали в мусорные машины обломки деревьев, которые не выдержали веса налипшего снега. Другие очищали тротуары от наледи. С шести часов начали расчистили заходы, остановки почистили, почистили дорожечки, сколько смогли в один проход. И сейчас ветки убираем, попилили их. Сейчас будем в мешки на машины и вывозить. Работа по ликвидации последствий снегопада идет при полном взаимодействии всех служб. Энергетики спиливают деревья, которые могут нести угрозу линиям электропередач. Дорожные службы также во всеоружии. Сейчас задействованы четыре единицы спецтехники, которые посыпают дороги песко-соляной смесью и очищают асфальт от оставшегося снега. В десяти сельских округах на улицы вышли сотрудники подрядных организаций. Они полностью обеспечены необходимой техникой. По прогнозу погода улучшится, но в связи с таянием снега ожидается повышение уровня воды на анапских водоемах до опасных отметок. За паводковой ситуацией следит оперативный штаб, который ежечасно мониторит ситуацию. Руслан Душевский, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Но, несмотря на непогоду, она повстречает гостей. Накануне стартовал оригинальный этап чемпионата WorldSkills. Небольшая справка. Проект существует уже 65 лет и за это время объединил почти 80 стран. Его цель – популяризация рабочих профессий среди молодежи. В этот раз конкурсные испытания пройдут по 73 компетенциям. Соревнования среди виноделов и дизайнеров были наиболее зрелищными. Мастерство участников оценили наши корреспонденты. Сергей Богасян – студент третьего курса. Профессию винодела выбрал не просто так. Это семейное ремесло, которое передается из поколения в поколение. В четвертом чемпионате WorldSkills принимает участие впервые. Волнения нет. Впрочем, как и сомнений, в методах решения поставленной задачи. С этим этапом конкурсной программы он справился первым. Я считаю, что с задачей справился, потому что все сделал вроде бы как надо, правильно. WorldSkills – это отличный шанс проявить себя. И поэтому я решил участвовать, чтобы проявить себя, показать, заявить, что в будущем меня могли взять также на работу. Сегодня в компетенции виноделия студенты химическим путем определяют состав виноматериала. По его свойствам можно узнать, какие сорта винограда входят в сырье, определить количество сахара и сделать предварительный вывод, каким в конечном итоге должно получиться вино. За работой следят участники экспертной комиссии. Здесь учитывается все – от выбора посуды для опытов до соблюдения техники безопасности. В этой номинации участвует пять студентов, причем трое из них – анапчане. Могу сказать, что у нас уже участник имеет чемпионатный опыт, поэтому ему, наверное, по сравнению с другими проще совладать со своими эмоциями, да, и все-таки углубиться в свой профессионализм. И я думаю, шансы достаточно хорошие. Анапский сельскохозяйственный техникум в рамках четвертого чемпионата WorldSkills принимает на своей базе две компетенции. Вторая – это ландшафтный дизайн. За право стать лучшими в этой номинации борются пять команд из Армавира, Обширонска, Ейска, Краснодара и Анапы. Это студенты из среднеспециальных учебных заведений. В течение трех дней им необходимо по проекту на площади в 18 квадратных метров построить малый сад. Они должны сделать маленький водоем, подпорную стенку, два-три ляжа для вьющихся растений, выложить мощение. Водоем у них будет с фонтаном. Они работают два дня по шесть часов, и третий день – три часа. Всего на задание отводится 15 часов. Испытания продлятся до 18 января. Награждение победителей регионального WorldSkills 2019 пройдет 31 января в Краснодаре. В мае они выступят на всероссийских отборочных соревнованиях и поборются за право представлять Краснодарский край в финале национального чемпионата, который пройдет в Казани. Никита Бойко, Руслан Душевский, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Картина в стиле гиперреализм заняла первое место в конкурсе «Я выбираю безопасный труд». На этой теме была выбрана удачно – Крымский мост. Теперь ее автор, 11-летняя ученица гимназии Эврика София Климчак, будет представлять Анапу уже на краевом этапе в Краснодаре. Подробнее в нашем материале. Акварель «Безопасный труд» Крымского моста София Климчак написала в довольно сложном жанре – гиперреализм. Это когда картина максимально реалистична. В ходе муниципального этапа конкурса «Я выбираю безопасный труд» Крымский мост занял первое место. И теперь именно София будет защищать честь Анапы на краевом уровне. Я уже занимаюсь этой техникой более пяти лет. И работу я нарисовала примерно за два-три дня. Эту тему, это Крымского моста мы решили изобразить. Тема очень интересная. Аксамая на мосту не была. Я думаю, что нужно обязательно посетить, увидеть этот воздушный мост. Как оказалось, построить вот такой миниатюрный макет дома, по которому взбираются кровельщики, оказалось не легче. В этом году на конкурс поступило 53 работы. От учащихся школ, гимназий, учреждений дополнительного образования из Анапы и сельских округов. Дети от 8 до 15 лет. Номинация «Безопасный труд глазами детей. Помни, работник везде и всегда. Главное – это охрана труда». Чтобы акцентировать внимание наших детей на том, чтобы безопасно вели себя в будовых условиях труда и в школе, и на производстве знали на будущее. Поблагодарили в ходе церемоний и преподавателей, которые готовили детей к конкурсу. Участие в праздничном концерте для финалистов также приняли и дети, и взрослые. Поддержать Софию Климчак можно на официальном сайте Центра занятости населения Анапы. Там будет размещена электронная версия рисунка победителя. Саму же акварель уже отправили в Краснодар на краевой этап. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. В Анапе новое увлечение. Международная акция «Боккроссинг» набирает обороты. Читатели библиотек обмениваются книгами, некоторые из которых – настоящая библиографическая ценность. Пенсионерка Любовь Шамина в библиотеку ходит как на работу. Без этого, говорит, и дня прожить не может. О том, что существует электронная книга, библиофил знает. Но по старинке предпочитает старую, добрую книгу в переплете. Любовь книги передалась Любови Шаминой по наследству. Мама работала библиотекарем. Особое внимание она обращает на книги, которые выставляются в рамках международной акции «Боккроссинг». Эти томики из специальных стеллажей в библиотеке на улице Стахановской можно взять, не регистрируя в формуляре. Это обмен книг между читателями. Я всегда прихожу и что-то беру, и без злого не ухожу. Потому что книги – это воображение, это мечтание. Читайте, приходите сюда, берите. В ходе акции «Боккроссинг» читатели принесли в библиотеку уникальное издание – сочинение Маяковского 1941 года. Этой книге 78 лет. Интересная книга «Кремль» издательства искусства 1947 года. Это фотография, посмотрите, это библиографическая редкость. А вот в библиотеку принесли самодельный сборник анекдотов. Кто бы мог подумать, что обычные газетные вырезки не только обретут вторую жизнь, но и будут пользоваться такой популярностью. Акция «Боккроссинг» проходит во всех анапских библиотеках уже 4 года. Сколько за это время было прочитано книг, подсчитать невозможно. С каждым годом ряды участников акции пополняются. Девиз «Боккроссинга» – «Забирай и читай». Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Все выпуски новостей вы можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Проявляйте особую осторожность в местах, прилегающих к детским и образовательным учреждениям. Не подвергайте опасности самое дорогое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова